Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Страдзе Александр Эдуардович, я директор Института естествознания и спортивных технологий Московского городского педагогического университета. И сегодня я представлю вашему вниманию проект Институт Центра образовательного, просветительского и инновационного притяжения горожан, который мы отнесли к категории проектов «Проекты фронтиры». Студенты современных университетов все чаще ориентированы на свободу в формировании своей образовательной траектории. Такая траектория соединяет множество образовательных вендоров. Прежде всего, сами университеты, исследовательские центры, бизнес-структуры, стартап-акселераторы, пространство развивающего досуга. Исполняя ведущую роль в таком интеграционном процессе, университеты встраиваются в экосистему городов и в жизнь городских сообществ. Развитие университета требует выхода за рамки исключительно образовательного или научной деятельности. И поэтому в таком контексте университет в целом и Московский городской педагогический университет в частности оказываются не просто местом учебы, но сам становится новым образовательным механизмом. Являясь на протяжении вот уже четверти века полноправным участником и драйвером московского образования, МГПУ формирует его архитектуру, которая подразумевает расширение возможностей для образовательной, культурной, социальной активности горожан, проживающих как в отдельных районах Москвы, так и в целом в мегаполисе. В этом контексте локации институтов московского городского должны стать социокультурными центрами с оптимальной комбинацией территориальных, образовательных, культурных, профильных ресурсов для инновационного и устойчивого развития. МГПУ имеет более 40 корпусов во всех частях города, являясь элементом городской социокультурной инфраструктуры. Институты, университеты не только реализуют образовательные программы, но и открывают двери для городских событий, зачастую формируют их сами. Проекты, которые уже зарекомендовали себя на протяжении долгого времени, московское долголетие или больше известное нам как Серебряный университет, университетские субботы, пластилин, географические диктанты, и многие другие стали уже визитной карточкой многих институтов. Таким образом, целью нашего проекта является развитие образовательной экосистемы, формирующей новую архитектуру образовательного пространства, отвечающего потребностям рынка, городских сообществ, мегаполиса в целом. Систему благоприятную, систему способную, как уже говорилось, притянуть достаточное количество молодых талантливых исследователей и практиков. Институализация практик, взаимодействие с городскими, российскими и международными организациями создает основу для формирования устойчивых образовательных и исследовательских консорциумов. Подобная трансформация университета способствует развитию собственных кадровых ресурсов и приращению внешнего исследовательского потенциала. Организационная модель института предполагает реализацию нескольких направлений так называемых кластеров. Первый кластер образовательный. Являясь ключевым направлением стратегического академического развития кампуса, образовательный кластер ориентирован на модернизацию образовательных программ в русле мегатрендов развития образования. Ядром изменений становится внедрение событийного подхода в образование и на смену традиционным образовательным программам, ориентированным на освоение узких предметных знаний и навыков, приходят образовательные события и проекты, нацеленные на развитие метапредметных компетенций, что позволяет строить гибкие индивидуальные образовательные треки. Событийный дизайн таких форм, как исследование, образовательное проектирование и практики, лекционные, лабораторные, практические занятия способствуют развитию потенциала всех участников процесса и формируют профессиональные компетенции, необходимые для конкуренции в 21 веке. Расширение участия горожан и представителей городских сообществ в образовательных событиях неизбежно влечет за собой необходимость выработки и апробации более гибких организационных механизмов проектирования и реализации образовательных программ, обновляя практику университета в целом. Второй кластер исследовательский. Этот кластер интегрирует исследовательскую, проектную, образовательную деятельность на основе принципа событийности. Подобные кластеры реализуют собственную повестку, отвечающую тенденциям и запросам городского развития. Примером исследовательского кластера может стать Science Park, интегрирующий фундаментальные прикладные образовательные исследования, что не только способствует обогащению содержания образовательных программ и вовлечению обучающихся студентов, аспирантов в исследовательские проекты, конференции, семинары, но и является открытой площадкой для всех горожан, предполагая различные исследования и различные события для знакомства с современными трендами научной мысли, научных исследований в области экологии городской жизни, культуры, заботы о здоровье, нутрициологии и всем, чем занимаются институты в содержательном плане. Третий кластер, так называемый профессиональный кластер или профикластер. Университетский кампус становится открытой средой для реализации уникальных тематических событий, релевантных профилю структурного подразделения или института. Проектирование профильных событий способствует не только повышению мотивации студентов и преподавателей к учебной и исследовательской деятельности, но и решает задачу привлечения талантливой молодежи на образовательные программы университета. Данное направление интегрирует основные и дополнительные образовательные программы, фокусируясь на принципе непрерывного образования, образования через всю жизнь, доступного для всех. Так, например, спортивное пространство Института естествознания и спортивных технологий не просто выделенное место для тренировок или занятий фитнесом или проведения соревнований, но и пространство формирования позитивного отношения к спорту и физической культуре, ответственного отношения к собственному здоровью. Какие ключевые решения предполагает наш проект? Во-первых, это создание научного парка, сайенс-парка, как центра актуальных исследований для горожан, где будут проводиться исследования, связанные с функциональным состоянием организма, с развитием экологической городской системы и другими актуальными для развития человека исследований. Во-вторых, это создание, формирование и поддержка городских проектов, способствующих безопасному и правильному образу жизни горожан, таких как интерактивная карта физической активности, московская зарядка, безопасный веломобиль и многие-многие другие. В-третьих, как уже неоднократно говорилось, это реализация образовательных программ в новых форматах через образовательные события, которые будут способствовать развитию, формированию новых компетенций у обучающихся, развитию таких компетенций, которые действительно необходимо будет использовать в дальнейшей жизни для того, чтобы обеспечить свою конкурентоспособность. В-третьих, это формирование консорциумов на уже имеющихся, создавшихся и зарекомендовавших себя отношениях между образовательными организациями российских и зарубежных вузов, входящих в топ рейтингов, мировых рейтингов образования. Это создание консорциумов между научными организациями, такими как Институт возрастной физиологии Российской Академии Образования, Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры для создания исследовательской базы и проведения различных исследований, связанных с функциональной деятельностью организма человека. Это формирование консорциумов работодателей, заинтересованных в подготовке высококвалифицированных кадров. Естественно, для нас очень важно приток абитуриентов, которые будут формировать положительный имидж университета и создавать, воспроизводить научные педагогические кадры. Поэтому для нас очень важный проект персонализированного студенческого наставничества, когда студенты, приходящие на обучение, имеющие высокие показатели в обучении, имеющие высокие баллы в едином государственном экзамене при поступлении, будут сопровождать абитуриентов, для того, чтобы они стали тоже студентами нашего университета. И, наконец, это развитие фаблабов, которые способны создавать коммерческие продукты, формирующие не только положительный имидж нашего университета, но еще и создающие повод для коммерциализации, такие как биологический экспериментариум, технологические решения эффективной спортивной подготовки. Сегодня такие решения уже во многом нашли свое отражение и внедряются в повседневную жизнь. Таким образом, благодаря принятым ключевым решениям институты смогут стать точками притяжения, центрами социокультурного взаимодействия и способствовать развитию университета, его популярности в современном образовательном академическом сообществе и продвижению в мировых рейтингах во всех его этапах.